Часто? В комментариях под видео я вижу комментарии от вас, что брови у меня разные. Или когда я делаю какую-то процедуру на модели, вы пишете, у нее же брови кривые. Или может быть вы сделали процедуру, пришли домой и подружка или муж вам сказали, да у тебя же брови разные. Мастера татуажа очень часто ссылаются на невозможность построения идеальной симметрии и вообще на неидеальность лиц. Так давайте же попробуем разобраться, когда мастер может сделать идеальные брови, а когда это попросту невозможно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии татуажа Rebromy. Посмотрите на это лицо, насколько несимметричные брови. Я провожу посередине переносице осевую линию. Давайте рассмотрим, насколько несимметрично брови расположены относительно центра и как не похожи друг на друга. Головка левой брови гораздо уже головки правой. Тело левой брови длиннее и тоньше по сравнению с телом правой брови. Хвост левой брови короче правого и расположен гораздо выше. Брови расположены на разном расстоянии от центральной линии и на разном расстоянии по вертикали от глаз. Сейчас я нарисую максимально симметричные брови, которые возможны на этом исходнике и расскажу об ограничениях при рисовании эскиза. Вы должны понимать, что сделать настолько несимметричные брови более похожими друг на друга можно только расширив их, но в допустимых рамках. Я расширяю головку правой брови по нижней линии, удлиняю тело брови, дорисовывая волоски возле переносицы. При увеличении видно, что в верхней части излома растут пушковые волоски. Я расширяю в этой части бровь, чтобы приподнять ее и создать классическую форму. Левая бровь, как вы помните, тоньше и длиннее. Хвостик ее задран выше. Мне нужно, работая по очереди на обеих бровях, опустить хвостик на левой, то есть дорисовать по нижней его части и приподнять на правой. Также мне нужно расширить тело брови на левой, добавляя волоски по верхней части от головки до излома. Добавляя волоски по внешней части хвоста на правой брови, я приподнимаю хвост и одновременно удлиняю тело брови. Я удаляю несколько волосков по верхней части хвоста. Они слишком сильно задирают бровь. Я могу это сделать, потому что они не имеют значения при формировании брови. Эти брови можно сделать полностью симметричными, только если практически полностью удалить хвост правой брови и нарисовать его выше. Это никогда не выглядело бы естественно, поэтому, немного добавив ширины и убрав пару волосков, я сделала лицо более ярким, сохранив максимальное количество своих волосков клиента. Давайте разберем это лицо. Брови перещипанные, дугообразные и слишком тонкие для таких крупных черт лица. Можно ли сделать их симметричными? Скорее всего нет, но сделать их более подходящими этому лицу можно. Давайте рассмотрим внимательно это лицо. Глаза на разном уровне, левый гораздо выше, угол нижней челюсти слева и справа на разной высоте, даже ноздри разной формы и размера. Но это нормально, мы все несимметричны. Посмотрите прямо сейчас на себя в зеркало, вы увидите то же самое. Несмотря на то, что это лицо несимметрично, оно очень приятное и запоминающееся, но мы попытаемся сделать его еще интереснее. И снова, для того, чтобы сделать брови более симметричными, мы должны их расширить. При увеличении видно, что раньше эти брови были довольно широкими, есть пушковые волоски довольно высоко и даже видны пеньки отрастающих волосков. Поэтому мы можем смело расширить брови в районе излома по верхней части на правой брови. Естественно и в головке тоже. На левой брови мы рисуем волоски в районе головки и наоборот немного опускаем бровь и удлиняем тело брови за счет этого. Также опускаем тело брови в изломе и по нижней линии хвоста. То есть мы правую бровь приподнимаем, а левую опускаем. Стало ли лицо ярче и интересней? Конечно. Стало ли оно более симметричным за счет новых бровей? Да, на совсем немного. Абсолютно ли симметричны эти брови? Конечно нет, просто они гораздо больше подходят этому лицу. Один из самых сложных видов волосков. Имеют тенденцию роста вниз, очень толстый и грубый волосок черного цвета. Я покажу вам все, что можно сделать в этом случае, не удаляя полностью брови. Эти брови расположены достаточно симметрично относительно глаз по вертикали, но они не симметричны относительно друг друга. У правой гораздо более длинный и заваленный хвост. Ну и в общем такая форма бровей создает грустное лицо и не украсит никого. Немного приподнимаем правую бровь в изломе и делаем толще в головке. Убираем волоски в нижней части хвоста. Нам нужно его укоротить и приподнять. То же самое мы сделаем и с левой бровью. Укорачиваем хвосты, приподнимаем в изломе и по верхней части тела брови. Это все, что можно сделать по форме и симметрии, не потеряв растительность на этих бровях. Надеюсь, что после этого видео у вас уже не осталось вопросов, но если все-таки они у вас возникли, то пишите их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Я на них с удовольствием отвечу. Посмотреть наши симметричные и не симметричные брови вы можете, пройдя вот по этой ссылке, а также вы можете записаться на процедуру к любому из наших мастеров. До встречи на татуаже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok